Итак, сегодня мы будем задавать очень глупые, а может и не очень глупые вопросы всем подряд. Вот пока еще никого не нашли, но вполне возможно скоро найдем. Посмотрим, что из этого получится. Это наш первый опыт. Как вы считаете, что такое истинная свобода? Истинная свобода, когда тебе ничего никто не мешает. И как часто вы бываете свободны по этому определению? В данный момент вообще всегда почти. Спасибо. Что для вас настоящая свобода? Свобода? Как бы просто ходить, работаешь, получаешь деньги, покупаешь все, что хочешь. Ни от кого не зависит, ни от родителей, там не вообще. В принципе, все. А как часто у вас бывает хорошее настроение? Всегда. Спасибо. Что для вас настоящая свобода? Не знаю, когда я свободна. Вы не задумывались о смысле жизни? Да каждая о нем задумывается. Как вы считаете, в чем смысл? В любви. Спасибо. Просто так. Давайте. Какой-то. Что для вас настоящая свобода? Свобода? Свобода слова, действий, наверное. Ну, я больше не знаю, что там. Много примеров. А вы задумывались о смысле жизни? Да, по-моему, каждый задумывается. Каждый. И как вы считаете, в чем смысл? В чем? Чтоб не было в мире бардака, наверное. Я даже не знаю. Ну, в чем смысл? Прожить эту жизнь счастливо и все. А там достичь каких-то там высот, я думаю... Нет. Наше время нереально. Не знаю. Вадим, мы не наступим, я там поедем. Спасибо. Ну, вот еще. Как вы думаете, что это истинная свобода? Я не знаю. А вы никогда не задумывались о смысле жизни? Задумываюсь. Как вы считаете, в чем смысл? Не знаю. Спасибо. Что для тебя истинная свобода? Без комментариев. Это... Не, ну это сложный вопрос. Свобода. Свобода – это когда человек ни от чего не зависит. Когда он проявляется так, как ему хочется. Когда он думает, говорит, что думает и делает, что хочет. А насчет смысла жизни задумывалась? Боже мой. Ужасный вопрос. Смысл жизни у каждого свой, наверное, не знаю. А что для тебя смысл? Глупый вопрос. Смысл жизни. Что? Еще. Что для тебя смысл жизни? Для меня смысл жизни? Да у меня его нет, я просто живую, все. Все. Что вы считаете настоящей свободой? Свобода в мыслях, в действиях. В чем еще? Ну вот так я считаю. Независимость, самое главное – это и есть свобода. Чтобы чужие влияния на тебя не действовали. А как часто у вас бывает хорошее настроение? У меня часто. Я оптимистка. И поэтому всегда настроена на хорошее. А вы студентка? Нет, я работаю. Я из Юрги. Это моя сестра. Сестра студентка. Я студентка, да. У меня тоже всегда настроение хорошее. И трудно омрачить. А если есть какие-то проблемы, значит, испытания, какой-то урок. И как у вас все сейчас дается? На данный момент прекрасно. Ну, она учится хорошо. Пожалуйста. Ну, вообще, что для вас настоящая свобода? Это когда мы сдаем сессию. Это для нас настоящая свобода. Или смысл какой-то. Вот вообще для вас что такое настоящая свобода? Что для нас настоящая свобода? Ну, вот для нас, для студентов, настоящая свобода, когда мы сдаем сессию. Когда сдадим сессию? Да, когда мы сдадим сессию. Можем расслабиться, отдохнуть. А когда нет сессии, тогда вы не свободны? Когда нет сессии? Ой, ну, это такой сложный вопрос, что значит для нас свобода. Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. А часто у вас бывает приятное настроение? Очень часто. Каждый день. Каждый день. И как вы добиваетесь хорошего настроения? Как добиваюсь? Друзьями общаюсь. Часто он скажет молодой человеку. Как вы добиваетесь этого настроения? У нас тут такая вот компания дружная. Так вот добиваемся в наше настроение и всего хорошего. Даже не знаю, что вам ответить. Пожалуйста. Что для вас настоящая свобода? Свобода? Свобода слова это раз. Я не знаю. Свобода выбора. Хотя бы того же президента. Свобода полета. Да, свобода полета. Мазаров нет. И часто у вас бывает хорошее настроение? Практически всегда. Потому что у меня такая профессия веселая. Я диджакей. Поэтому хочешь не хочешь, приходится веселиться. А диджакей какой? Который просто включает музыку или который сам ее сочиняет? Нет, который просто включает пока. У меня образования музыкального нет. Поэтому просто приходится пока включать. Хотя бывает, что что-нибудь придумываю сам. То есть из двух композиций делаю. Одну. Пожалуйста. И вот так вот мы развлекались. К сожалению, ответы были не очень хорошие. Ну что ж, это наш первый опыт. Может быть, как-нибудь следующий раз у нас получится и лучше. Но на этом все на сегодня. С вами работал я. Я и оператор Жуков Константин.